Добрый день, уважаемые читательники Комсомольской правды. Мы начинаем наш круглый стол. И сегодня его название звучит следующим образом. Как заставить депутатов и чиновников соблюдать нормы критики. Перезобраться в этом вопросе нам помогут наши эксперты, которых я с удовольствием представлю. У нас в гостях сегодня политический обозреватель Сергей Кринник, председатель Республиканского комитета Атономной Республики Крым по информации Вадим Волченко, председатель Постоянной комиссии Верховной Рады Атономной Республики Крым по организации работы Верховной Рады и связям с общественностью Константин Бакарев, а также руководитель по мониторингу свободы крессы Владимир Кринков. Добрый день, уважаемый гостя. Спасибо, что вы провели час своего времени. Не так просто было собрать в одно время в одном месте, поэтому украине приятно вас видеть. Сегодняшняя наша тема довольно-таки серьезная, потому что в последнее время мы часто видим, как в СМИ часто появляются сообщения о том, что чиновники разного уровня в Крыму становятся фигурантами скандала, связанные с их какими-то резкими высказываниями, которые часто по мнению как журналистов, так и экспертов подходят за рамки этики. И у меня первый вопрос с Константином Михайловичем. Как вы сами оцениваете поведение крымских чиновников и депутатов? Насколько серьезная проблема бывает с тем, что норма этики не соблюдается чиновниками? И есть ли какие-то законодательные, может быть, механизмы, которые должны придерживаться законодательные чиновники, и соблюдать все эти законодательные конференции? Ну, вы знаете, я сам лично столкнулся с хамством и чиновников и депутатов, когда работал возникновение и право. Может быть, вот этот опыт работы, он стал своего рода прививкой, от хамства теперь уже в качестве госслужащего. Я не могу себе представить ситуацию, при которой находился с тем коллегами журналистов, а прежде всего, с теми коллегами. И то, что касается работы нашей комиссии, и то, что касается любых инцидентов, связанных с работой журналистов, мы стараемся сделать все возможное, чтобы эта работа для журналистов была беспредельной, чтобы она комфортной, чтобы как можно было меньше инцидентов, связанных с препятствиями к профессиональному депутату. По крайней мере, мы делаем все, что там здесь. Чтобы таких случаев не было, но и всякий случай будет не быть. Ну вот, сколько, например, за этот год в вашей комиссии было предпринято мер по противодействию тем или иным видам препятствиями к профессиональной деятельности, либо ситуация по сдаче нового, например, не идут на диалог, или резко как-то по отношению к журналистам он рассказывается и себя ведут не очень корректно. И было ровно столько, сколько было к нам обращения журналистов по этому поводу. Я знаю. А так вы можете чисто рассматривать без заявлений? Конечно, потому что в соответствии с положением мы постоянно коллективы. Приделы в наших пределах. Ясно. Спасибо большое. Хочу передать слово Вадиму Александровичу. Как вы, руководитель бесконтной информации, оцениваете ситуацию? Насколько корректно себя ведут к русскому чиновнику на вас? Ну, вы говорите о том, что достаточно часто сталкиваетесь с храмством чиновников или депутатов. На самом деле, мы, к сожалению, достаточно часто, в принципе, сталкиваемся с храмством. У нас достаточно политизировано и ослабленное еще измеры общество. Я не думаю, что процентном отношении с депутатами, с чиновниками, я думаю, что они даже выигрывают в смысле, чем обычная констанавливается. Ну, безусловно, недопустимо. Ну, недопустимо, на мой взгляд, на две стороны. То есть точно так же, как не позволено хамить чиновникам депутатам, точно так же не позволено хамить и журналистам. И друг другу, и между собой. Это культура общения, прежде всего, в которой в нашем обществе трудно развиваться и наращивать. Если можно так сказать. Если же говорить о взаимодействии вообще власти с средствами на своем информации, то, по-моему, более свободные грехи, чем в Украине, на мой взгляд, вообще не существует практически нельзя. То есть никакого ограничения ни в информации, никакого ограничения в общении, то есть с властью предержащей, на мой взгляд, не существует. Да, есть, конечно, какие-то отдельные моменты, но они всегда будут. Я считаю, что будут какие-то проблемы, возможно, у конкретных журналистов и вообще не с конкретными журналистами. Поэтому просто это дорога, которая двусторонненно держит. И должна быть двусторонненно держит. Ну, что касается поведения чиновников разных уровней, не обязательно самых высших эшелонов, есть ли проблема некорректного неэтического поведения? Именно с журналистом или вообще? Да, вообще. Ну, конечно, есть. Я повторюсь, да, точно так же, какие есть проблемы вообще в наличии хамского общения людьми в нашем сообществе. И, безусловно, с этим нужно работать, бороться, но бороться, используя какие-то законные методы для этого. То есть есть правовое поведение. Если вам нахамили, вы можете подать в жалоб, можете подать в суд, можете еще каким-то образом. Это тоже в две стороны должно быть. Точно так же, как есть и журналист, по мнению какого-то чиновника, некорректно себя ведет. Он точно так же может подать на него все правильно. То есть и это тоже двусторонняя нахамилика. Спасибо. Я добавлю, что я соглашусь с коллегами, что хамства хватает у нас в жизни. К сожалению, мы живем в обществе, и очень часто членам этого общества отдельно не хватает воспитанности или просто какие-то эмоциональные срывы происходят. Другой дело, почему мы говорим о таких проблемах в отношении чиновников, депутатов, поскольку это люди, которые мы выбирали, которые мы назначали, которые мы принимали на работу и которых содержат за счет наших налогов. Естественно, что больше внимания, и журналисты об этом пишут. Хотя я согласен, что хамов хватает и среди журналистов, и срывов различных, и у них не очень хорошего поведения. То есть, ну, все мы люди. Но отношения, почему, я говорю, спрос чиновников больше, потому что у них возможностей больше. Они общаются, в первую очередь, со своим избирательным станем. С другой стороны, почему много журналистов об этом говорят, потому что журналисты – это их функция. Об этом говорить, об этом писать. Я согласен, если такие случаи происходят, то это должно регулироваться, в первую очередь, действующим законодательством. Но, с другой стороны, мы должны понимать, что лучше всего воздействуют определенные общественные настроения. И в отношении журналистов, и в отношении чиновников, депутатов. Что касается журналистов, во всем мире есть, ну, не во всем, но, во всяком случае, во многих странах цивилизованных, демократических, журналистская среда подвергается саморегулированию. То есть, сами журналисты создают этические комиссии, этические комитеты, различные структуры, которые рассматривают поведение журналистов и с профессиональной точки зрения, и в непрофессиональной, во взаимоотношениях, профессиональных все же, все-таки, с теми же самыми гражданами или с чиновниками. И действительно, в случае такого неэтического поведения журналистов, любой может обратиться в этическую комиссию журналисту, и она может либо рассмотреть его деятельность, его продукт, где неэтический, или просто поведение. Что касается чиновников, то здесь, мне кажется, серьезней, и здесь как раз их поведение более подвергнуто законодательному регулированию. И я согласен, что в случае каких-то таких нюансов следует использовать эти механизмы, которые предоставляет закон. Но, с другой стороны, лично я все-таки приверженец больше таких моральных способов воздействия. И мне кажется, вот эти последние случаи, особенно в отношении вашего коллеги-депутата, они более эффективны, чем, если бы, например, за нецензующего, за какие-то выражения правоохранители оштрафовали этого депутата и даже дали трое суток. Я себе представляю. Можно встретиться речный вопрос. Почему нет вообще ни одного обращения? Не может же быть, что вообще никаким образом невозможно таким образом регулировать. Потому что, согласитесь, намного проще просить что-нибудь в интернет и устроить там обсуждение. Чем надо отстоять свои права? Согласен. Проще. Я согласен, что, с другой стороны, есть достаточно много случаев, когда жмолисты отстаивали свои права с помощью судов, правоохранительных органов. Пример того же главного редактора газеты, крымской газеты «Алубика» Рагима Гумбатова, который годы потратил на то, чтобы добиться справедливости. Он добился от чиновников Алубкинского городского совета, которых наказали, ну, фактически пожурили, но с точки зрения закона они были наказаны за хамское поведение в отношении журналистов. Что касается последнего случая в конфликте с Верховым Регутом Мельником, то было обращение трех общественных организаций журналистских к руководству парламента и к руководству партийной организации партии регионов. Парламент отказал представителей. Мы недавно, вчера мне сообщили, что получен ответ. Мы обращались, журналистские организации обращались к спикеру, получили ответ от руководителя секретаря, о том, что, если вы хотите, ну, так двумя словами, если вы хотите, можете жаловаться, журналист может жаловаться в суд и обжаловать в суде. Ну, журналист не хочет обжаловать в суде, он считает, что... У него есть свои аргументы, я не буду их говорить. Почему он не обращается в неуэтическую комиссию, возможно, журналистскую какую-нибудь, которую возглавляет в Украине, например, более чем авторитетный человек, я, честно говоря, не знаю, почему он не обращается в комиссию. Я предполагаю, что эта комиссия этическая не регулирует взаимоотношения между журналистами и представителями власти, а регулирует Союз. Внутри. Внутри. Он, видимо, насколько я знаю, не член Союза журналистов. Хотя я не знаю, то есть его, конечно, лучше было спросить, почему он не обратился ни у правоохранительных органов, ни у других какие-то структуры. Как он говорил мне, я это использовал в своих материалах, он опасается за свою безопасность, он не хочет продолжения этого скандала. Он не хочет, ну, его право. Здесь он был. Спасибо. к этому случаю с депутатом Янидом и нашим коллегой на Ниман Вернемся, я еще слово Сергею хотел передать, что он думает по поводу проблемы этического или неэтического проведения чиновников. И вот Владимир предложил тут два метода решения проблемы. Это такое тоже моральное, противоморальное давление и саморегуляции внутри сообщества чиновников и журналистов и законодательный путь на решение этой проблемы. Какой тут вы метод считаете более эффективным? Я хочу сказать, что мне повезло больше других, это меньше сталкиваться с хамством. И за всю свою журналистскую практику вот это видео с Мельником, ну, это, наверное, самый вопиющий случай, и ничего более такого похожего на моей памяти и в моей практике ничего не было. Я вообще сам не знаю, как бы я реагировал, если бы я оказался на месте этого журналиста. Вообще, хочу сказать, что в Украине есть масса законов, вы сегодня цитировали закон, совсем недавно принятый, в ноябре, о этике и поведении благослужащего, есть еще закон об службе, есть еще СИСЯ, государственного служащего и так далее. Куча законов, которые просто говорят, что нужно быть там вежливым, внутренне вежливым, но мне кажется, что если у человека нет какой-то внутренней культуры, внутренних тормозов, то есть, какие законы его не заставят быть таким. А что касается способов воздействия, есть вот, можно идти в суд, через суд, можно через моральное осуждение. Вот в какой-то ситуации с Мельником, человек не пошел в суд, он выложил это в интернет, и вот этот, как бы, не знаю, кумулятивный заряд общественного осуждения в моем представлении гораздо эффективнее, чем если бы у него была на руках это решение суда. Тут, как бы, да, каждый решается. И, честно говоря, когда Мельник там потом сожалел и раскаивался, не верю, да, в его сожаление и раскаивание, раскаивание, потому что сожалел о том, что попал в интернет и не вовремя собрался, что камера-то пишет. Поэтому, еще раз говорю, что какие-то законодательные вещи, какие-то все вот эти рамки, они, наверное, тоже нужны, да, потому что и со стороны чиновников я с трудом вообще представляю вот такие взрывы, эмоциональные депутаты, да, они у нас вообще не закон, они работают какие-нибудь небольшие, они все по барабану. Поэтому для них, да, наверное, эффективнее даже вот такое общественное осуждение, чем просто, но что со стороны чиновников, да, есть какие-то, ну, нередко достаточно встречаются, но не так, не в такой форме, не так откровенно. Бывают какие-то трения, естественно, рабочие. вот. То есть вы считаете по поводу ситуации с Миликом, что он, его имиджевый урон, который он понес в результате этой ситуации, это уже его своего рода наказали? Безусловно. Безусловно. И тем более, что, вы же понимаете, что у нас информационное пространство, оно такое, достаточно плотное, и у всех историй есть длинная борода, да, когда будут следующие выборы, я уверен, что это видео, Милик еще не раз все помнит. Спасибо. Константин Михайлович, Ваша комиссия раньше носила название Комиссии по депутатской эстетике, сейчас название видоизмомилось. Вопрос к вам по поводу ситуации с депутатом Миликом. То, что он понес такое неформальное наказание, он, как Сергей, сказал, что общество увидело это видео, судило, но не понес какого-то дисциплинарного наказания. Может ли это повлиять на то, что такие ситуации повторятся, будут повторяться, потому что, по сути, депутаты за свое теоретическое определение и судебная ответственность. Ну, не совсем так. Сергей, не случайно сказал, что в случае с госслужащими гораздо реже мы сталкиваемся к поверению такого некорректного отношения с журналистами. Ведь это не случайно. Это как раз тот случай, когда, я так думаю, причина в том, что работает закон. Есть закон о государственной службе. Его обязаны исполнять все, кто принял присяд в государственном службе. Почему там предусмотрены конкретные меры дисциплинарной и административной ответственности для чиновников. И я думаю, что это является в какой-то мере сдерживающим фактором. Потому что, если мы, скажем, может себе представить гипотетическую ситуацию, когда как университет, член президента Проховного Совета оказался замешан в аналогичном скандале, то у председателя Верховного Совета был бы целый ряд рычагных воздействий на такого чиновника, начиная от лишения премии, предупреждения о служебном соответствии, выговора и заканчивая молитвом. В данном случае, поскольку корректный медик не состоит с Верховным Советом в трудных отношениях, он не является обусловчивым, ему невозможно применить никакое дисциплинарное административное взыскание со стороны Верховного Совета, то единственный путь, если Ганеев хотел добиться, что называется, сатисфакции, то, конечно, мы можем обращаться в правоохранительном ходе. Я не вижу в этой ситуации, чем, например, может им помочь конкретно моей комиссии. У нас, кстати, уже прецедент в этом году, когда обратился ко мне как представитель комиссии избиратель с жалобой на действия или, наверное, в данном случае правильно сказать бездействия относительно депутатов. Я не хочу назвать имени депутатов, потому что не суть. Это не имеет значения. Значение имеет, пожалуй, лишь то, что он не является членом фракции квартиры региона и я это уточню специально, чтобы меня не заподозрил различную лояльность. То есть на этого депутата жалоба в этот избиратель, что он не раз уже письменно обращался к депутатов для решения второго вопроса, а не получал ответа. В данном случае речь идет не просто о каком-то неэтичном преддении, в данном случае речь идет о том, что депутат не выполняет свои депутатские обязанности. И я, как представитель комиссии, обязан посмотреть это обращение и уносил депутата на комиссию, он пришел со славшим жизненной причиной, мои коллеги, члены комиссии, они поручили мне провести себе разъяснительную беседу, чтобы были устранены на случай нарушения законного статуса депутата верхнего мира ДРК и законного краевого прощения граждан. И вот как раз на этом примере собственно говоря мы убедились в том, что для таких депутатов, которые, ну, депутатство это, что называется, общественная работа, очень сложно это линить, скорее даже невозможно это линить, какие-то реальные речи геологические. поэтому это плод поговорили, это так, как по закону, да, знаешь, как говорят, если не знаешь, как поступать, поступать на закон. То есть вот весь инструментарий, который был в том конкретном случае, мы задействовали. Что касается этого конкретного инцидента, я скажу, что в тот же день, когда перебил у нас в интернете, собственно, когда имел место этот инцидент, я не дожидаясь никаких обращений, я переводил с Калилем Мельником, и вы знаете, что он же вечер вечером принес в прямом эфире телекомпании привез публичные извинения о произошедшем, что не знаю, как умеет, влияло не буду на себя в ответственности, что это я его подвиг на это, но я считаю, да, в том числе, функцию я вывел. Опять же, это с какой-то точки зрения, профессиональный, человеческий, так далее. Сами, когда вы видели это видео, какое оно у вас вызвало отношение? Я перейдил на ответ, просто, если я смотрел в фейсбук, и многие журналисты, в том числе, были недовольны тем, что вы достаточно мягко оценили действия мира, как на ваш взгляд, правы они или нет? Понимаете, вы же понимаете, когда начали комментировать эту ситуацию, там столько было вокруг мира сразу, кто-то комментировал действия журналистов, потому что, конечно, когда журналист говорит депутату, что я же просил потише, это, конечно, не матерщина, это мягкое хамство, но тоже хамство. Это раз. Второе. Ну, я, кстати, прочитал писемку, которое Притумово и Володя упомянул, адрес Константинового, там написано «Терраформировка как препятствие журналистской деятельности». Я посмотрел это видео, честно говоря, я не видел это препятствие журналистской деятельности, это умельника. Это не Мельник пришел туда, где находился Шевкиев и снимал о том, что это Шевкиев пришел туда, где Мельник разговаривал телефон, начал уменьшать разговорив телефон. Кто кому препятствовал не разговаривать? Если ты нормальный человек, еще разговаривай. Просто подожди, покачивай, ты говоришь по телефону, а потом снимайся на здоровье. У нас, что, в верхом цели какие-то лимиты установили, что-то еще. То есть, это я к чему говорю? Я не хочу, чтобы сложилось впечатление внутриазвища Мельника или осуждать журналисты. Я просто говорю, что комментируют действия журналистов в том числе. Комментируют действия Мельника. Почему комментировали разные люди и по-разному. Многие из них рядились в токус защитников свободы прессы, защитников журналистов. И я когда смотрел комментарии некоторых против кукулярских политиков, ну, честно говоря, я понимал, что в действительности наклевать на это журналисты, на журналисты вообще. Одно случай, я еще и просто оборваю в сведении счета сменки, в такую скандальную ситуацию. Ну, это, наверное, человеческая людьми, если бы ему не скажешь. Поэтому я не думаю, что кому-то из журналистов легче от того, что у них вот такие появляются мнение защитников. В действительности инцидент, это неприятное впечатление. Я не стану скрывать, я осуждаю поведение Мельника. Там, на конкретной ситуации, как я осудил поведение любого такого депутата, наверное, есть безусловно, такое отношение множественное, ни с какой-то чуть зрения и непустимое предложение к ютуболистам не просто межчеловеческих отношений. Но, что касается я реагировал, все, что я сказал, это то, как приписывать комиссию в эту ситуацию. Я хочу сказать, что я в принципе достаточно положительно воспринял реакцию Константина. То есть, он осудил действия депутата, коллеги депутата. Я понимаю, что все-таки они члены одной фракции. Я понимаю, что и тот, и тот депутат. Какие-то моменты здесь такие как раз корпоративные тоже присутствуют. И это можно воспринимать, это можно понимать. Например, журналисты и я ожидали какой-то реакции спикера, публичной реакции. Тоже, хотя бы с мягкими словами и обсуждения. Я сегодня еще деталей не знаю, но я знаю, что премьер-министр рассудил эти действия. Хотя, с оговорком, кину кинуто. Я считаю, что это важно. Просто важно понять, что люди, людям, должностные люди, лица, которые занимают такие высокие посты, то есть они должны комментировать такие вещи, потому что это очень влияет на настроение в обществе, на наш моральный дух общий какой-то. Это очень важно. То, что там никто не хотел, кроме мельника, не хотел, чтобы его сейчас приехал наряд милиции, невероятно, конечно, в принципе, но если бы это какой-то дядя на улице так бы терялся, то я думаю, что его могли бы и забрать в отделение как минимум на пару суток. Но просто какие-то общие слова, общее осуждение тому, что следовало, чтобы руководители парламента об этом сказали. То есть это то, что мы ожидали. Что касается нашего обращения, ну, в принципе, я так и думал, что оно закончится ничем. Важно, что есть резонанс общественный и в целом большинство крымчан все-таки понимают, что так депутаты не должны себя вести. Но важно, что они ведут себя не в отношении журналистов, журналистов поймали, записали. На самом деле, очень часто встречается это в отношении избирателей, просто посетителей учреждений различных. Достаточно часто это случается. Сейчас есть технические возможности фиксировать телефоны, смартфоны, куча других каких-то моментов. И именно поэтому мы наблюдаем это все в интернете. Таких случаев достаточно много по Украине. С другой стороны, мы упустили, например, хамское заявление мэра Керчи в отношении журналистов. Я думаю, что здесь на это надо было больше обратить внимание. Шуркетганиев с нами работает, мы его все знаем как хорошего журналиста, как известного журналиста, раскрученного журналиста, просто журналиста шоу-майна, поэтому резонанс получился больше. А, например, керченские журналисты, которых обхамили, обматерили, тоже в чуть-то не в прямом эфире, мы их меньше знаем, меньше контактируем и их, к сожалению, не удалось таким публичным образом защитить. Ну да, тем более, там даже не говорят, что им даже угрозы после этого поступали, когда они начали раскручивать эти темы. Спасибо. Владимир, еще к вам вопрос. Константин сказал, что, мол, дипломерник принес извинения, на ваш взгляд, и вот, в том числе, Сергей комментировал эту ситуацию, на ваш взгляд, принес он извинения на самом деле. Ну, вы знаете, я думаю, что в этой ситуации, то есть я, я как человек, который видел вот это все, конечно, это меня возмутило, то есть, этот инцидент сам, но меня как человека эти извинения абсолютно удовлетворили. Удовлетворили ли они, ли они Ширкета Ганиева, я не знаю, я не уверен, надо у него спросить. То, что Александр Иосифович сказал, это максимум того, что можно было бы от него ожидать в этой ситуации. То, что он уже сказал, ну, вот Константину, может быть, действительно, спасибо надо сказать, другим коллегам, которые ему посоветовали это сделать. Поэтому, это уже важно, то, что он сказал, я видел, как ему это тяжело было в эфире, это говорить, как он это, но он сказал. Поэтому, я это воспринимаю положительно, в принципе. Ну, с другой стороны, все равно вопрос к избирателям, которые выбирают вот так. Александр Иванович, вот вам вопрос по поводу этой ситуации. Вы же, наверное, каким-то образом по, поскольку глава из комитета по информации взаимодействуете с директором ДТРК Крым, и директор ДТРК Крым, ну, по мнению, по крайней мере, пользователей соцсетей, не вступился должным образом за журналистов, хотя он находился в достаточно стрессовой ситуации. Насколько это адекватная реакция со стороны руководителей телеканалов? Ну, правильно комментировать действия того или иного чиновника или руководителя, так, чтобы он, прежде всего, сам отвечал на затеянные свои заявления. Если же говорить обо мне, то я могу рассматривать ситуацию, которая произошла не только с точки зрения этической, но и с точки зрения профессиональной. То есть, действительно, здание парламента, на проходном месте, то есть, сзади находится дверь у журналиста. То есть, он, в принципе, выбирает крайне неудачное место для синхрона, то есть, которому ему 100% будут мешать, потому что он просто ходит люди. Запись в видео, которая производится, не фиксирует никакого поставленного шума, то есть, чистый звук абсолютно идет и так далее. При этом, я согласен абсолютно, потому что, ну, так близко к хамству звучит его замечание по поводу того, чтобы замолчать, перестать разговаривать, потом перерыв записи и дальше уже идёт сама запись конфликта. В любом конфликте существуют две стороны и очень часто правда находится где-то посередине. В данном случае я допускаю, что, ну, журналист тем или иным образом мог спровоцировать, особенно глядя на, так сказать, его бэкграунд, потому что некоторые, ну, стадорные случаи в его личной биографии уже бывают. Это ни в коем случае не оправдывает поведение Александра Ленинка, то есть, он сорвался, безусловно, не прав и принёс за это извинения. Но давайте смотреть другую сторону тоже и давайте смотреть в сторону то, что журналист, работающий на компании, да, или я не знаю, вот у вас, да, журналист, работающий в «Комсомольской правде», в случае возникновения конфликта у него с кем-то из власть-предержащих или просто из руководителей и так далее, что он делает? Он обращается к своему руководителю, да, до защиты в том числе и за некими комментариями, потому что это нормально, да, потому что, в конце концов, руководитель несёт для него никакое ответственность, да. В данном случае этого не только не происходит, а просто мгновенно на территории Украины с помощью некоторых друзей, но суть не в этом, а в том, что, ну, на мой взгляд, с точки зрения чисто профессиональной, есть вопросы и к журналисту. Повторюсь, это не оправдывает своего депутата, который тоже имел это место. То есть, ну, а то, что касается руководителя телекомпании, я думаю, конечно, можно было разобраться на лучших ситуациях перед тем, как делать какие-либо заявления, но ситуация, на мой взгляд, неоднозначная. И, кстати говоря, если вы говорите о пользователях соцсетей, там точно так же звучали разные оценки. И в сторону журналиста, который так себя повел, согласитесь, тоже, и люди с значительно большим опытом, значительно более тактичные говорят, извините, мы не могли бы катиши, находились в данном парламенте или где-то еще, они оборачиваются и кричат «катиши», я же не записываюсь. Действительно, разные мнения, в том числе, в Фейсбуке, когда вы выкладывали анонс «наши» с выношенными, это тоже разгорелось целая батария, что прав. Ну, это хорошо, значит, то общество живое, значит, оно это интересно, оно это переваривает, и нас был бы какой-то продукт из этого. В этом же основная цель работы журналистов «зенечество переваривания». Спасибо. Сергей, пару вопросов мы вспомнили не только Александра Мельника, а также мэра Керчи Лего Асачева. Ну, вот, многие критикуют, в том числе Анатолия Муглева среди журналистов, особенно первое время, когда он приступил к должности, много было публикацией, о том, что на пресс-конференциях с трудом происходит диалог, на многие вопросы идут ответы вопроса на вопрос, подобное. То есть, есть ли проблема, что от самых высших чинов исходит вот такая нехорошая традиция не очень корректного диалога с журналистами? Нет, я не могу со своей точки зрения сказать, в чем-то виноваты в этом плане тот же Могилев, Константинов, они достаточно контактные, ну, как бы, так отвечают, так отвечают. Я понимаю, что Могилев, в общем-то, не политик, по большому счету, он в политике очень многих, он более того, человек, из погонах и, может быть, не по своей воле оказался в этом кресле, да, и, в общем-то, он учится на ходу, поэтому мне его, говорить, что он там как-то себя не так по отношению к журналистам, не могу сказать, да. Естественно, понятно, что журналисты всегда хотят больше доступности, большего общения, всегда, в принципе, этого не хватает, да, и я, в общем-то, как бы, говорю, что, наверное, может быть, этих пресс-конференций, которые у нас там бывают 20 минут раз в 2 неделю, может быть, этого недостаточно, может быть, нужны были какие-то другие, это сказать, возможности встречаться, там, больше общаться, но это совершенно из другой плоскости, да, это не из плоскости этики или не из плоскости того, там, кто какой-то он задает, то есть, у меня в этом плане нет каких-то там претензий, там, скажем, к руководителям республики. Я абсолютно отношусь с коллегой, я обойдусь к предыдущему вопросу, у меня есть собственное мнение в отношении государственных средств массовой информации, я его не один раз высказывал, какова реакция была генерального директора государственного радиокомпании, то есть, естественно, он поступил как чиновник, который призван обслуживать власть, и поэтому, в первую очередь, рассудил действия журналиста, то есть, абсолютно предсказуемая реакция. Я с ним разговаривал на эту тему, он говорил, что его не так поняли, вырвали из контекста его слова, он считает, что и та, и та сторона виновата, и нужно разобраться, и там есть золотая середина, и тогда две медали, две стороны медали, и так далее. Я с ним согласен, но с другой стороны, в любом случае, руководитель средства массовой информации, в первую очередь, хотя бы публично, защитил бы своего журналиста, я так считаю. Защитил бы публично, потом бы разобрался бы, и наказал бы, если тот неправый, еще что-то. Но вот эти вещи, это очень важно, чтобы журналист не боялся, что он останется один, чтобы он чувствовал, что за ним стоят, кто-то стоит. В этой ситуации, понятно, что крымские журналисты, работающие в государственном, вот этом, масс-медиа, понятно, что они не будут, они уже сейчас, десять раз будут думать, как они будут себя вести, как они будут, какие вопросы они будут задавать, чтобы кто-то не обиделся, и не позвонил бы генеральному директору, и генеральный директор, соответственно, не отреагировал. Поэтому, я считаю, государственных средств массовой информации, которые прообещают, пишут, распространять свою информацию на территории страны, не должно быть. И это очень важно, что следующая задача общества добиться, раз, государствования, добиться приватизации, либо обществления этих средств массовой информации, сделать либо их частными, либо общественными, но, думаю, что бы это не было бы государственным. Но, про какой-то ситуация, в которой мы увидим, все-таки вопрос частных телекомпаний, в том числе, не решает проблему. Не решает проблему, но и дает возможность, во-первых, выбора, во-вторых, мы знаем, мы знаем, что те люди, которые являются собственниками средств массовой информации, я выпускаю различные этичные моменты, профессиональные этики, там, взаимоотношения, важности средств массовой информации, в частности, в том числе для общества, их миссии и так далее, то есть, тут такие высокие слова, ну, как минимум, мы за них не платим. Мы за них не платим. То есть, я не хочу покупать эту газету, я не буду покупать, я не хочу этот телеканал смотреть, я его не буду смотреть. А в этой ситуации, в любом случае, покупаю я, не посмотрю ли я его, все равно, я плачу за государственные средства массовой информации. Причем, деньги выделяются очень большие. Я сейчас специально не готовился, но, здесь, например, есть руководитель Республики, это по информации, он может сказать, что, действительно, счет идет на миллионы. И это все наши деньги, это деньги, которые могли бы пойти на другие цели какие-то. Поэтому, естественно, что я считаю, что в этой ситуации не должно быть соблазна у власти использовать с помощью наших денег эти средства массовой информации. Пожалуйста, частные, кто хочет, как хочет, так и платит. Да, нужно регулировать, в том числе и общественный интерес на частные, телеканалов, частных средств массовой информации. Но это уже немножко по-другому. Поэтому, еще раз скажу, что абсолютно ожидаемая реакция была господина Галеватова. Он в этой системе защищал членов своей системы, а не журналисты. Спасибо. Стой Михайлович, Владимир интересно рассказал про то, что очень сильно на журналистов повлиял этот инцидент, в том числе, потому что директор не защитил своего сотрудника и теперь мне десять раз погубают, ну, я не знаю, что ты сказал. Вот она, депутата, как-то повлияла на эту ситуацию? Я не думаю, что я не буду судить по всем депутатскому попросу. У меня, когда в тот же день начали дать журналисты и просили мне дать комментарий об этом, к правопричем вопрос, насколько это прошло приемлемо. Я отвечал и сейчас повторяю, я считаю, что каждый человек сам определяет для себя, что у него является приемлемым, а что является неприемлемым. Знаете, это выглядит, как детство воспитали и все остальное. Поэтому я не думаю, что здесь нужно делать какие-то переходующие выводы и я не упомяну, что мы на этом случаем за все депутатские пропусы. Я думаю, что эта ситуация была неприятна всем, по крайней мере, как мы менялись с полярными конфлигиями. Конечно, мы понимаем, что когда такие инциденты расходят стена храмского провалента, то этого остается только сожалеть. Спасибо. Коллеги, журналисты, если у вас есть вопросы... Есть, чем-то еще. Все понятно. Спасибо большое. В таком случае я предлагаю резюмировать сегодняшнюю нашу дискуссию оттуда слева направо насчет Сергея. Он предоставит слово. Да, собственно, тут нет какой-то темы к дискуссии, но мы с тобой не повода нет. Да, если мы говорим о конкретном эпизоде, ну, понятно, в общем-то, у всех здоровых нормальных людей вызывает примерно одинаковую реакцию. Хотелось бы, чтобы такое больше не повторялось, но я думаю, что, в общем, вот этот пример и то, что он попал в интернет и там, как бы, лежит на свободном доступе, он, в общем-то, ну, не будет уроком в этом плане и депутат и там, в принципе, все. Спасибо большое. и там, в общем-то, я надеюсь, что, в общем, все-таки нет таких острых и ямных проблем в общении между журналистами и властью придержащими. Я согласен с тем, что, безусловно, ну, это общение можно улучшать, здесь звучат иногда некая критика, то есть, ответ вопроса на вопрос. Можно точно так же посмотреть, первое, это журналистов, извините, да, потому что мы многие, наверное, являлись свидетелями того, как берут журналисты западные, например, интервью, да, то есть, там нет такой практики, то, что если задан вопрос, получен на него ответ. Журналист уважает своего собеседника, не начинает его раздергивать на какие-то мелкие, пытается вывить тот ответ, который он хочет услышать. Максимум, задается еще какой-то уточняющий вопрос. То есть, это тоже этика и она должна существовать, мне кажется, в наших отношениях, а тогда мы будем двигаться к развитию общества и к позитивному развитию, да, на мой взгляд, позитива в средствах массовой информации сегодня крайне не хватает. Понятно, что на негативе рейтинге намного проще, но все-таки хотелось бы, чтобы позитивные рейтинги тоже существовали. Спасибо. Я считаю, что проблема в отношении чиновников и журналистов все-таки искорение хамства новостановленных характер мог проиллюстрировать совсем свежим примером. В этих словах был инцидент, когда журналист обматерил сотрудника парада Верховного Сайта только за то, что он не пустил на это состояние претить, ему уже после открытого состояния началось. Журналист опоздал, мы не пустили, в ответ прозвучала несцензурная братья. Обратились ко мне, я в данной ситуации не стал следовать, что, к примеру, в Шевкиеве не стал каким-то образом этот инцидент обнародовать, подводить его глазки. Я просто позвонил журналисту и чисто поеду и человечески с ним поговорил. Журналист признал, что не сдержался, то есть мы, собственно говоря, решили этот вопрос тихо, так скажем. Я сейчас говорю об этом просто в качестве иллюстрации того, что проблема есть и с одной стороны, и с другой стороны. Я считаю, что из того инцидента, о котором мы сегодня говорили, должны извлечь уроки обе стороны. И тогда я думаю, что их будет лучше, будет меньше. Соглашусь с Константином. Я думаю, что важно, что мы эту тему обсуждаем, что эта тема интересует общество. Это очень положительный момент. С другой стороны, я считаю, что тема хамства и морали в отношениях между журналистами и властью это не главное на самом деле. Я думаю, что даже последний инцидент больше навредил не столько самому журналисту, не столько его обидел, сколько он все-таки запятнавод, скажем так, парламент. Все-таки в стенах парламента такие вещи со стороны сус-депутатов не должны звучать. И, конечно, это просто на этих стенах, скажем так. Важнее для журналистов, чтобы мы могли получать информацию. Это важнее, это то, с чем мы сталкиваемся каждый раз, очень часто, когда у нас есть проблемы с получением информации. Разные проблемы. Это не просто отказ в том, чтобы предоставлять это даже самые простые банальные вещи, когда мы знаем, что Крым наш многонациональный многоязычный регион. Мы часто об этом говорим. И, естественно, что работают здесь средства массовой информации на разных языках. На русском, на украинском, на украинском, мы бы, например, хотели бы, чтобы получать из органов власти информацию одновременно сразу же на разных языках, а не так, что наши русскоязычные коллеги отписались, отдали эту информацию, она везде прозвучала, а журналисты, которые работают на других языках, получают это гораздо позже или вообще не получают. То есть это тоже проблема, ведь это вещи, с которыми мы сталкиваемся, журналисты, и ее тоже нужно решать. Поэтому важно, что мы обсуждаем это, и мы приходим очень часто к единому мнению, и это самое главное. Спасибо большое, уважаемые гости. Для себя я сейчас скажу, что мы сегодня обсуждали тему этики, а это такая тема, которая, ну и вообще такая сфера общественной жизни, которая законами, да, не регламентирует сейчас особенно. Поэтому это тема, которую надо проговаривать и обсуждать, да. И поэтому я считаю, что не зря мы собрались и обсудили эти вопросы, и хотел бы за это еще раз поблагодарить наших гостей.